Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Урологические неприятности, урология, как у мужчин, так и у женщин. Любое расстройство мочеиспускательного канала. Итак, внимательно смотрим, как проходит данный меридиан и видим, что он контролирует. Мочеполовую систему, как у мужчин, так и у женщин. Также мочевой пузырь и мочеполовой канал. Ой, простите, мочевой канал. Итак, там могут возникать боли, жжение, напряжение, урологические неприятности. Мы повторимся, это что может вызываться? Простудами обыкновенные. Только, уважаемые зрители, не надо думать, что это только мужчин и женщин касаются. Это касается обоих полов. То есть при обоих, скажем так, у обоих полов возникает воспалительный процесс либо расстройство мочеиспускательного канала. И данная точка F1 дадут вам в помощь. Прежде всего необходимо знать, в каком частенько меридиан пребывает в состоянии. Либо он частенько воспаляется весной или осенью, сейчас мы перейдем и скажем почему. Либо он слабо весной-осенью. Почему? Потому что весная-осень – это переход ин и яня. Это что? Много очень сырой погоды. Много очень воды. И вода, мы знаем, что моче-половая система – это вода. И вода может избыточного, что скапливаться в данной области. Все различные простуды, циститы, переохлаждение, слабый иммунитет. Почему слабый иммунитет именно весной-осенью? Потому что ин переходит на янь, янь переходит на ин. Это время никому неизвестно. Но тем не менее этот процесс контролируемой природы. Представьте себе, человек живет вне природы и он уязвимый. Он уязвимый. И он виноват, потому что он живет вне природы. Поэтому, уважаемые зрители, старайтесь учиться жить с матушкой природы. И тем самым болезни атакуют вас. Но не на 100%, а на 20%, на 30%. И данная точка F1 дадут вам в помощь. Данную точку нужно тонизировать, активизировать в случае всеразличных, скажем так, неприятных ощущений в мочеиспускательном канале у обоих полов, как у мужчин, так и у женщин. Также следует помнить, что данную точку, данную информацию вы можете и для детей применять. Но помните, данную точку сильно тонизировать нельзя. Если вы боитесь ее протонизировать, то, пожалуйста, правую точку мы тонизируем, а левую расслабляем. На следующий день делаем наоборот. Левую расслабляем, то есть, простите, левую тонизируем, а правую расслабляем. Тем самым вы будете держать баланс. Вы не сможете навредить своему организму. Вы дадите энергию и немножко заберете. А не так, чтобы будете давать, 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 энергия придет, все воспалит. И вы скажете, вот мы слушали лекцию, какой, ай-ай-ай, нехороший доктор. Потому что вы не навредили себе. Почему? Потому что первый закон вообще любой медицины – не навреди. Потому что если вы боитесь, это нормально, когда человек боится. У страха большие глаза, ничего страшного, это очень хорошо. Поэтому данная точка, еще раз повторюсь, правая тонизируется, левая расслабляется. На следующий день наоборот. Левая тонизируется, правая расслабляется. Тем самым вы достигнете гармонию в своем мочеиспускательном канале и не только. Спасибо за внимание.